ну добрый день мы только пришли а сейчас зашли в маленькая служба была по длине и две пропаде она за того сосчитали пока ваши вопросы да я его давно смотрел оказывается я его смотрел это все мар инок верон аж мы притом еще там какой-то енох у него добавилось потом никакой не православный вон еретик никакого отношения не имеет право ставить совершенно я интересно только братьям поговорила и говоря он похож на журавлева тут есть обрывил автономную церковь там сергей так а потом в интернете читать и там говорят точно такой же они не ничьей не ни рукоположения у него нету ничего нету это человек на себя взял а раз он соснулся с 50 никами с этими с языками он все слова переворачивает где написано слово он говорит звук но это большая разница слова имеет смысл а звук только тональность где написано чужестранец он вставляет слова варвар он подряд все коверкает у него библии то в руках и нету его как сектант он бегает по капляну вообрази что патриарх бегает где-то там по храму говорит даже нельзя все это вот это выглядит а то другое он никакой поэтому объяснять ничего нельзя нету там у него не по святым отцам не ничего нету он говорит тут когда раньше на у нас языки появились и говорили это от лукавого а теперь все есть такой роман у николая алексеевича некрасова мертвое озеро и там один немец продавал табак он сейчас пальцем показывать кто курит но придет время будут пальцем показывать на то кто не курит вот и все тима захватываем все сорняки заполонили поле но еще из этого считаю третье ядра последняя глава по нему по этому полю как проходить нельзя один терновый их давал часы они ничего не могу сказать ничего нету вот как ажуравлёве он что на хуле не православном стоит он хулит все а ему еще доказывать его нет он умер а этот был здесь его пригласили к нам на занятие он не пошел он в яви они боятся встретиться это он там перед своими знакомыми там еще пока педре бегает его спроси завтра что сегодня говорил он же никогда не восстановит потому что дух его все время по безводным местам влечет я их очень хорошо знаю как повтори к клоун его имя клоун клоун он вертлявый его ничего нету он запрещенный с него сам снятые у него ничего нету его и ритики там сандай с которым судится который там дома все переписал его руку полагал вот руку полагать это еще это вообще но ответ о нем разговора никакого нету никто я могу разговаривать там тот кто еще то представляет а он был то ренегат он придумывает новое говорит зачем ему форма этому этому одинаково в это не верит а форму насыпили священец крест на нем есть а верить не верит то есть они понимают что за этим что-то и поэтому архиепископ если архиепископ епископ то покажи где прихожане это ни одного епископа нет архиепископ архиепископ это старший епископ которому другие могут подчиняться здесь никого нету это выдумка все я посмотрел прослушал его который показываете проповеди ничего нету я вас на восстановил в памяти просто его раньше видел нет ничего суе слов он нищий он не рукоположение не имеет ничего нету все у него отвергнута его него ни в одной церковь православной нигде никто никогда не признавал определенного не числится возьмите сейчас зарядите митрополит виталий агаф ангел который не подчинились решению даже они все числятся есть разные юрисдикции у него нигде нет ничего православная сирийск когда-то совершенно разные они друг друга не признают а он православный то есть он все собрал в кучу и вот такой мой ответ вы смотрели мы ролик то ваш выставили да и не просмотрела я увидел на него вот в один день я выставил 4 на него больше всего посещаемость я какой заголовок дал сходится все имя помимо из израиля притом у нас нет сокращения ни одну секунду как было бы живьем ставим поэтому в конечном счете наши ролики через промежуток времени вызывает больше доверия когда люди что-то урезают там подгоняют у нас этого нету но бывает когда на благовестии маленькими отрывками там снимают тогда и соединяем но опять же мы не урезаем вообще у нас это мы даже не знаем не из-за того что не умеем просто нам зачем это господь разговаривал с человеком мы так и выставляем мы признаем только синодальный перевод вот а это у него никакой не перевод ничего нет он на ходу придумывают ходит но пожалуйста очень хорошо знаю там я получил библию в руки а вот я хотел спросить у меня вопрос вот рождество приближается и как бы вот я хотел как бы вот поговорить о рождестве в историческом контексте мы знаем сегодня это как бы узаконенный праздник в церкви даже рождество как бы даже на уровне государства то есть вот как бы ну это попадает на новый год поэтому это все вместе как бы новогодние рождественские праздники выдает людям отдыхать все уже на таком как бы уже даже не просто церковном но государственном уровне но если это в россии у нас нет этого ничего вот евреи не признают рождество вот я как-то в свое время когда я спрашивала здесь в общинах евреев которые веровали во креста здесь коренных они мне говорят они никто не празднует рождество они мне говорят ну покажи мне в библии вот давай возьмем в зависти где господь постановил что мы должны прожить рождество вот у нас есть праздники господни это пасха потом идет праздник пятидесятницы потом идет осенний праздник знаете да еврейский праздник потом идет потом когда весь израиль почвится потом идет праздник и вот этот цикл а как бы этого праздника нет но потом я так начал так смотреть в историю как там все это было и как бы я сейчас лично на данный момент отошел от этого я не хочу праздновать рождество почему потому что этот праздник он как бы выпадает ну знаете в истории было язычество язычество они праздновали у них бог был такой бог солнца этот праздник у них попадал в день длиннего солнцестояния вот и как бы вот это все это все как бы это все переплели получается что потому что по сути Рождество зимой иисус не рождался если проследить там вот это вот проследили вот этот момент когда в уте написано как вот это свечество было от иоанна и вот отчитывали вот эти месяцы что проследить когда Елизавета зачала потом когда Мария зачала вот это вот и получается он как раз таки выпадает рождение иисуса где-то на октябрь месяц это получается осень это последний праздник это праздник будущий вот последний цикличный праздник в году вот что вы можете сказать я на данный момент не знаю не праздную Рождество никак перестал к этому относиться как празднику потому что вебреты у нас и нет в принципе постановления нет а вы свой день рождения отмечаете как-то я свой день рождения отмечаю но сейчас как бы стал проще к этому относиться потому что я знаю что в древности вообще не отмечали ну а вы лично отмечаете как-то от других дней вас поздравляют я лично отмечаю но вы своих знакомых знаете как они день рождения все-таки из общего ряда дней как-то выделяют вообще я знаю выделяют ну отсюда вывод что их рождение больше значит за человечество чем рождение христа очень просто даже понятно почему у нас у православных у католиков в исторических стартах такой вопрос не возникает такой великий день родился спаситель мира ангелы приветствуют а я буду молчать ничего не было в какое-то время в октябре никогда в октябре Рождество не было по старому новому стилю на 14 дней то знаете сколько можно наворачивать ну не празднуешь только делов это твой выбор но мы должны сказать что Рождество четыре столетия церковь не отмечала отдельно они были в один день с крещением в один день и Рождество было установлено прияне Златоусте он его высчитал как служил считается почему я тоже не могу знать этого что Захария как первосвященник был а раз в год входил когда это известно когда и вернулся она почему-то на следующий день или совета зачала а теперь легко понять шесть месяцев а через шесть месяцев еще ну там Иоанн Креститель тут все упирается в это но если откровение было может быть так а если на другое на другое еще больше было бы противоречий зачем нам это это не на спасение не влияет а мне из общего ряда выходить показывать что там даже не гордость а просто противление горды бащицы зачем мне это нужно большой праздник естественно так он и в Америке национальный праздник всех индюшек режут и у православных новый год никакого отношения к этому не имеет он просто здесь государственный праздник то а новый год у православных был с первого сентября с сентября первого с сентябрем никак не связано вот я рассказываю как это было потом его выделили в четвертом веке и подсчет этот провел Иоанн Златоус я его насчитывал а ты скажешь а я его не признаю ну не признавай на спасение это не влияет я вот разговаривал у нас одна адвентистка была у нас говорит отец адвентист седьмого дня он не празднует кроме субботы ничего нет ветхозаветия суббота для него все суббота суббота это узы взгляда на истину суббота и больше ничего нет но как пасха наступает неделю православная торжественную службу ведут врата царские открыты что он в это время берет вилы и идет выворачивает навоз ну как говорится с дерьмом коровьим возится а что специально чтобы досадить православным я говорю папа ну зачем ты это делаешь живем в православной деревне он не может по другому он чем-то желает досадить что истина им не открыта а ему открыто а появился в 1841 году Ульям ну появился все и доказательств никаких нельзя дать почему я это понял он прописан в другом месте не на небе который на небе у него дух смирения блаженны нищие духом блаженны кротки он не знает этого ему надо показать субботу я говорю ветхозавете если было тенью всего на что субботу указывал не знает она указывала на воскресенье не на солнце это все пытается никакого отношения это языческие доводы атеистов это все штучки еврейские как Никита Михалков говорит это они все это задумывают ну кто этот Ярославский это Губельман их все еврейские фамилии сменили это они все это делают и тут как бы объясните тогда вот это все язычество которое сегодня как бы согласило христианство вот то же самое рождество как бы связываться с земным соуссостоянием потом ну потом знаете еще на Пасху вот есть как бы как традиция кушать куличи да и красить яйца я смотрел видеоролики в ютубе там показывают что куличи это на самом деле язычество в древности вот эти культы языческие они были помешаны вот на особенно очень сильно вот на вот этих вот ну как бы на сексуальных вот этих увлечениях ну да я считал эту мерзость вот там вот там вот куличи куличи это вот это плохой орган мужской а яйца как бы это тоже как бы вот ну хорошо хорошо да тир был ну а дальше уже ничего нету то есть они все время с годами не работают как вот банки новые открывают а он не знает где деньги заработать сын родился теперь придумают дальнобойщиком назначить 3 рубля 70 копеек за каждый километр это евреи еврейские фамилии гуденберге там сидят его сын Игорь и посчитали доход у него доход равен половину государственного бюджета будет с дорог 3 триллиона ну и что это нормально ну почему евреев то люди будут любить когда видят что это людоеды ну ездили вчера по всей стране частники большие машины за каждый километр дополнительно мне в карман а дайте 3 рубля 70 копеек и ну еще это нормально почему нас не навеют люди но я я ни к чему не призываю я только говорю ну не нормально же это у него он миллиардер а этот который мотается не спит дома авария у него ничего больше нет единственный кусок одна овца и он ее забрал и зарезал как давид то притчу то сказал ему на фанта это вот они и делают они режут их подряд налоги разные щубайсы за электроэнергию уже миллиарды на миллиарды а то семи банкирщина ну вот они сидят все вместе и хохочет березовский выпивает вино и ельц там под нашей рукою никого нигде нету а перед богом то как это будет ты бы нищему помог ну да вы сумели это сделать как березовский я проснулся а чертежник был чертежник обыкновенный я понял я баснословно богат вас ему отдали завод во дворе стоит две тысячи грузовиков он в один день а кто ребята в америке там еврейские банкиры собрались и назначают в израиль будете отчислять столько-то абрамович столько-то они согласились но мы знаем под подноготную подковерную закулисную игру но а что теперь делать ничего молиться надо молиться больше нам не дано другого ничего нету понимаете ограбить всю страну семьдесят три года сделали революции евреи после этого семьдесят три года горбатили с даром и теперь всю страну полностью разорили и в израиль отправили ну это никакого секрета это открыто в печати пишут что делать ничего я призываю только к молитве господи обрати израиля благословенное семя авраама они опять золотому тельцу и говорит у нас теперь говорит началось соревнования сколько у тебя миллиардов долларов он говорит 15 а у меня 17 теперь это выжимает любые соки миллиардов долларов ну как люди могут не видеть и все это понимают и они не ученые никакие они нигде не работают на настройки его и ни одно еврея не видят в шахте ни одного нету а банки 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 а банки что это спекуляция взяточество ростовщичество ну вот они это все рассказы придумали чтобы осквернить они как вокруг христа говорили силой не просто силой там экстрасенс а князя бесовского вильзевула ну и на этом засохли а воскрес а этот обманщик когда был живой говорил воскресну то спрашивает поносили если учителя а ученик не выше учителя они и поносят все учения вы бы ничего не знали нормально бы жили все а теперь на что это похоже вот морковку берут на половой член смотрят персик на женскую задницу ну так можно вообще ничего не смотреть на валенки жениться они помешаны на этом почему особое мытарство блуда давайте так рассмотрим тогда такой вопрос мы знаем что когда была еврейская пасха в Ветхом Завете ведь смотрите сегодня даже вы знали когда вот еврейская пасха это Песок на Еврете называется вы знаете значит евреи выкидывают все пасное из дома то есть они даже генеральную упорку делают вот до последнего крошки все вымесили из дома то есть неделю хвостного нет это дни опресных вот едят мацу знаете да видели ее едят мацу значит хвостного нет а получается на христианство пасху есть хвостное как бы когда с какого века тогда это пошло есть хвостное на пасху то есть если как бы ну давайте так рассмотрим если христианство началось с еврейских апостолов они были научны это как апостол Павел апостол Павел апостол Павел были евреи то есть они не ели хвостного на пасху они не могли его есть как бы я так посмотрел какая должна быть оригинальная пасха если взять вот вечерю даже Господню когда Иисус с учениками они сборница значит чаша вина да стоит на столе и хлеб это я думаю это была масса это не был обычный хлеб вот когда Иисус преломил эту массу сказал если есть тело мое завосновимое потом берет чашу вина в третьей из нее это есть кровь завосновной пробиваемая то есть вот она по сути оригинальная пасха то есть как она должна быть тогда пошло вот это вот есть хвостное на пасху потому что сегодня я же это не только включил разрешено есть хвостное на пасху мне просто неинтересно как это было в историческом контексте где нас произошел разрыв и как бы и новые постановления получать это были введены новые постановления новые обряды христианства правильно? но они что ели евреи то на пасху то? ягненка правильно но если ели ягненка по православному это разрешено если мясо разрешено то все разрешено здесь другие законы то мы же не по еврейскому а только берется что то было прообразом ниссан или авив назывался первый месяц 14 дни сана полнолуние его распяли как раз когда никогда не хотели только не на пасху они хотели бы но он исполнил все пророчество он агнец божий который берет на себя грех мира агнец и он был заклан и три дня проходит он воскресает и сегодня на пасхальный день когда нужно полнолуние после полнолуния когда 14 три дня чтоб прошло и первое воскресенье потом пасха и плавает так потому что у нас другой календарь не лунный а григорианский или юлиановский вот и все теперь почему все разрешено потому что празднование у евреев всегда так было если обновление храма то заколали столько там количество быков и всем давали лепешку и кусок мяса там там жарили всегда но у православных конечно мы в теле находимся и для тела праздник семь недель нельзя было ничего даже растительное масло кроме субботы воскресенья тут все объяснимо не нам считать сидели люди зачем я буду теперь а я буду поститься ну постись вместе с евреями с жидами что ты получил ничего не получил вне церкви любыми путями вышибить и они сами то не видят которые критики то они никто они не церковные люди они образовали отдельно дофана вероны корей вот главное шестнадцатая глава чисел это они они против моисея так и сегодня против христа бунтуют у церкви определенный устав новозаветний а подражать им зачем нам это установлено все у нас есть правило определенное и в церкви правило вместе с иудеями не праздновать дорог их не брать определенное правило чтобы люди не увлекались этим а что называется зон так это солн день солнца да ты открой псалом восемьдесят третий двенадцатый стих я как то беседовал с архиереем одним потом митрополитом стал ну и он говорит вот были у меня делегации католическая кардинал и это гидеон был да кукин митрополит на сибирске ну и подарили книгу свою книга то хорошая говорит я говорю а чем она хорошая это католическая книга ну вот тут видишь доказано что вот как вы говорите праздновать это в честь солнца там победить языческое а христос солнцем бог не назывался я говорю вы уверены ну так тут же написано профессор пишет а я ему прям сразу говорю восемьдесят третий псалом двенадцатый стих господь есть солнце ищет да вы что я говорит одно место в библии которое опровергает все суисловия он открыл книгу библию открыл так он ее закрыл книгу ты мне да я все равно и не верил ей прям мгновенно переменился стали беседовать он открывает библию то она вот когда на корешке клей она не открыта была я говорю так она ни разу не открывана была все догадался я тебе дарю ее тогда ну понятно мало и дети на благовестини пойдут с большими животами он сидит разлепешился куда он пойдет он больной он уже умер солнце солнце христос и он говорит пришел свет в мир кто он свет я ясен свет я ясен путь истинной жизни ну каждое слово если мы обдумаем то увидим то действительно так во все времена так было и что христос отвечает это мы считаем двадцать восьмая глава восемнадцатый стих Матфея сея с вами во все дни до скончания века вот это вмонтируйте себе главный стих он для меня был основной во все дни во все года христос во все дни ну он сказал не сказал во все столетия во все дни ну вот я спрашиваю первый век первый век церковь была одна одна ну когда они праздновали как вот так как есть это сразу церковь установила но если его там не было это уже две тысячи лет так по разник Пасху Рождество значит его нигде и не было это был обманщик за этим то другое посмотрите потому что по другому не было сектанты возникли уже в шестнадцатом столетии только как 1517 год лютер это самое большое кальвинисты пуритане кальвинисты это все позже возникло ну а до этого полторы тысячи лет если он там не был Христос его нигде не было мы до богохульства дойдем из-за какой-то Пасхи из-за какого-то Рождества я с вами во все дни если он тут не был это противно Христос там бы не был значит никакого Христа и не было вот за Христа должны были заплатить тридцать серебряников а вы вот вдумайтесь в это Евгений что это за пророчество оказывается это сказано было ну примерно так скажу шестьсот пятьдесят это пророчество там есть сказано он будет за тридцать серебряников тут смысл глубже шестьсот лет ну вообразите как в Израиле в Америке спросите сто лет назад доллар сколько стоил то в двести пятьдесят раз дороже а это сказал человек по тем временам когда это стоимость раба в деревянных башмаках проходит семьсот лет стоимость везде меняется а это застыла на одном месте цена стоит тридцать серебряников раба а если бы купили за двадцать девять это был бы не Христос Иуде дали бы тридцать один если бы серебряный это не Христос почему Христос пастырь входит дверью а ворк в Индии перелазит дверь это писание если о Христе триста пророчеств они должны были буквально все исполниться вот антихрист постарается все это взять на себя я тоже а девы все девы вообще примет ради цена а он будет говорит от блудницы седьмого колена это Бухарин был такой Николай Иванович ближайший соратник Ленина когда он узнал что антихрист будет из этого колена еврея а он то еврей к матери подошел а ты мама меня как нажила законно или нет а она говорит да как с отцом мы венчались ты законный Коля родился а я подумал ему охота было антихристом быть ну еще в подвалах лубянки расстреляли ну глубже маленько посмотреть что за этим стоит то если там Христа не было а праздновали всегда так ели то то поздравляли пасхальным яйцом если этого не было то 1500 лет Христа не было нигде пока не возникли сектанты подожди тогда вот вы говорите праздник да что как бы у евреев было принято если можно есть мясо можно есть и пластной то есть как бы праздновать по полной по полной как бы да и не не отличивая себя почему тогда сегодня евреи по всему миру и в Австралии праздновать еврейскую пасху не они не я пасху вот сегодня вот пасха будет весной если я выйду вот хлеба на улице то это будет считаться что я как отверняю отверняю их не праздник почему тогда в них нельзя есть я вам объясняю евгений апостол павел говорит кремленам галатам если вы обрезываетесь остались без Христа отпали от благодати а они обрезаются мусульмане отпали от благодати что нам еще искать то это было временное закон был где то водителем до Христа где то водитель это нянька и теперь взрослый мужчина тридцатилетний груди божий к матери прилагаться ясно дело что это ненормально вот и все они ветхозаветные посмотрели Христа есть такой фильм искупление видели нет запишите это фильм для евреев он небольшой там 45 минут как для евреев обратился один раввин и теперь как он проповедовать в своей семье запишите искупление запишите я запомнил по другому не будет на русском языке вот вы когда посмотрите тогда мне скажите он все абсолютно ветхозаветнее показывает в новозаветнем духе лепешку преломляет и говорит вот это обожжен это раны Христа горькие травы это то что он вкусил марор что означает что означает посох и дальше все идет это все имело смысл идти на проповедь евреи просмотрели его и во время проповеди отец обращается там один брат обращается невестка дом разделился вы все лжете один там говорит ну который не принял Христа то он не такой будет какой ну мы же евреи он говорит евреи ну мы же согрешаем надо доказывать да согрешаем ну где искупление то баран что ли возьмет все ветхозаветнее бараны валы все указывал на Христа Агнес был заколотый на Христа на Христа почему у него была кровавая нитка указана на Христа почему голубая была указана на небесное происхождение ну если этого не знать тогда никакой веры и нету ну просто надо сегодня евреи должны продолжать обрезаться обрезание указано на крещение но они не знали в обрезание в завет вступал с Богом человек написано Израиль обрежь мужеский пол восьмидневного возраста а если не обрежь душа то истребится только ребенок ничего не понимает тебе зачем эти слова говорить то Бог сказал Авраам выполнил а ты споришь но апостол Павел говорит мы не имеем такого обыча не церковь Божия если кто желает спорить это указывает на крещение Павел пишет послание к Колоссянам вы обрезан обрезание на нюхотворенном быв крещенок крещением смерть Христа ну что-то просто показано ну и ребенок восьмидневно сегодня и крестится по образу как Израиль вступает в завет с Богом ну маленько а я не верю не веришь значит твои имя на небе не записано и весь ответ что с тобой разговаривают нам спорить не запрещено мы должны возвещать церковь православная она от апостольских времен она сохранила все на каждый век мы покажем кто жил и они все так понимали как мы понимаем а эти которые начинают слушать из грязной лужи там эти опровержения какие опровержения а на что это похоже у них все похоже на женскую задницу да мужской фалос у них больше ничего нету они в воде не утонули смродники вот это вот все меньшинство почему они называют садомиты все слова переименули секс меньшинство не меньшинство это большинство в аду будет их широкие врата пространный путь многие слышат но мало говорят вход царства небесного узкий тернистый путь вот как все слова то измененные а они говорят ну говорят на свою голову они поносят все и бога и ругаются в бога мать ну они ответят за себя нет не слушайте их церковь христова от первого века идет и у ней вот это что празднование установлено не нашими умами решено это святые отцы как правило почти все погибли на кострах львами задо разодранные на аренах то а мы начинаем ну вот говорят а почему вы знаете что это правильно жития написано я могу доказать на сто процентов меня когда судили то наши в зале записывали на магнитофон а потом мы тослали в париж и русская мысль напечатала в моей книге до слова божия не тут теперь напечатано что я говорил что судья и секретарь сидела писала и эти которые вот эти декретарь это все эти которые напишут нотариусы писали а оно хранится в особых там хранилищах ну как называют это у них там не знаю сейчас сегодня где архивные отделы архивные отделы ну а может там закон мне репрессированному говорит должны отдать они пошли взяли принесли и мне отдали отдали я сидел с одним человеком чтобы я не вырвал то это закон мне дал это право но я репрессирован а другим не дают и я теперь стал сравнивать что тут записано и что было один к одному а если не так исказили и поэтому у римского Климента а Павел ему передает послание к римлянам привет у него было шесть нотариев деканов которые стояли среди толпы все запоминали и записывали как казнили что отвечали а теперь когда при Константине все архивы перешли в государство ну переворот случился то кому не стушили архивы то остались и стали сверять вот так все и было написано стопроцентная точность потому что это два разных противоположных лагеря писали об одном и том же ну люди которые не имеют никакого знания не имеют смирения бог знания не дает никакой и поэтому глупостью давятся именно вот так так и было и так они отмечали и другого никогда и не было а почему яйца почему потому что яйцо это жизнь вот это образ это там гробу где это христоса жена не вареная конечно это вареная я ему говорю это сырое яйцо там красят красный свет этого никакой роли не играет а зеленая синяя никакого не надо этого делать но вот яйцо само по себе имею ввиду это лучший символ а я видел такую икону у нас в Израиле есть католический храм называется храм молчание костел это возле иерусалима находится и значит там есть такая икона я видел значит нарисована на иконе вечеря иисус подает на ложечке яйцо что-то такое ну откуда предание говорит предание это говорит не так что-то мария магдалина будто бы к тиверию пришла и подарила яйцо и сказала христос воскрес ну насколько достоверно ну не так допустим что это влияет нисколько ну женщина как что христос кулич что означает кулич да это люди придумали кулич вообще даже не придумаешь никогда означает гроб гроб кулич если образно посмотреть то вот так гроб и на нем пишет хэвэ христос воскрес больше ничего не означает кулич этот хлеба ну мы не пищем у нас его нету ну там кто то есть дадут и все это сытые поэтому можно балагурить а когда будет первый будешь есть соберешь крошки все от кулича когда голод то будет не надо этим мелом мелочам так главное что те которые судят это сектанты они не церковные поэтому им надо оправдать что а то а мы теперь чистые чистые 21 тысяча названий чистые в одном месте были все почему сатана просил сеять пшенисту то во все концы он вот так бросал и бросал их ну хорошие это шибаптисты хорошие зачем дальше от них адвентисты ульям миллер то зачем это зачем елена уайт ну хорошие адвентисты то а зачем то них теперь жосеп смит и другие зачем это разное пришли теперь иеговисты проще до каких то еще еще бесконечно идет сатана крутит играют а люди ничего не хотят видеть вот так у меня вот такой еще вопрос есть я недавно смотрел видеоролик и значит там как бы опровергает православие и значит опровергает крестное знамение значит говорят что вот это вот беру да вот эти три пальца что вот это есть в буддизме вот это время не тратит скажите знаешь нет я скажу знаю смотрел все это да да значит вот они считают что это вот христианство пришло из буддизма а вот почему вот так евгений время не тратьте зря потому что вопрос задали вопрос всегда меньше ответа да вы спораде кто такой христос а мне отвечать надо светского завета и сколько нужно говорить а время тут не одинаковое вопрос ответ мы не диспутируем так вот мы говорим восход солнца а давид говорит предваряю рассвет и взываю на слово твое уповаю а что такое рассвет рассвет это говорит о том вот бывает такой яркий утром ну в городе то не видать а в деревне то видать особенно вот я на море плавал красота неописуемо как появляется первое потом разливается еще выше и наконец солнце краешек показывается за горизонта так солнце христос а все эти буддисты что были это зарево которое перед вошли с пришествием христа в разных народах на наите уже было это восход солнца предсказывал вот какое объяснение то то есть оно похоже да очень многое были пифии которые говорили севиллы и они прямо говорили имя матери марии его а это было лет за 70 до рождения христа это сохранилось откуда заря на небе ожидание мессии вот и все тут очень просто все понимать потому что солнце не сразу вышло перед солнцем всегда есть заря вот эти разные в разных государствах там говорили азирис воскрес там тут другое они не знали как назвать неведомому богу а его я проповедую поэрую неведомы в тех народах а я теперь называю неведомым иисус христос ну так нет 16 главы апостолов то он увидел неведомому богу а почему неведомому а вот почему когда они шли на сражение у пихтета там других описывают как толкование дается то то они приносили жертвы ну это понятно иногда жертву приносили человеческие жертвы как молоху но когда пошли на фронт потерпели поражение они начали его исследовать и нашли что какому то богу которому дед бабка поклонялись мы его просто забыли и он прогневался на нас чтобы не принести жертву поэтому мы потерпели поражение и они теперь построили особый жертвенник неведомому богу мы не знаем как звать но деды наши поклонялись чтобы он не прогневался и в следующий раз победа была за нами а он тогда им начал объяснять неведомый который дает победу ведь это христос победитель ада и он павел начал отсюда прямо говорить вот и весь ответ а у них там было было а оно что означало троицу нет они не знали как сказать они не понимали а почему так не знали это заря которая предвосхищала восход солнца такое бывает всегда почему на уровне предчувствия наития какого то вот приехал это был герман аляскинский миссионер ну приехала там эскимосы национальность калоши калоши у нас калоши на обувь надевают а это национальность такая это и они говорят они на лодках его кажется встречали а он там прыл на каком корабле а мы уже знали что ты приедешь а как вы могли знать то телефон не работал еще а у нас есть один человек он все знает а кто такой шаман наш а как он может знать ну они решили познакомиться а он не шаман совсем он обыкновенный человек но он до христа уже приготовился он ближе ко христу еще многие христиане ему говорят а как ты знал а ко мне приходят какие-то светлые 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 такие мужи и они мне все говорят и всегда правильно всегда что скажет то сбудется я видел корабль приезжает и вы такое сокровище несете везете с собою ну а дальше не стали говорить он приедет сам расскажет вот и все так он не христианин да не христианин а вот теперь он принимает почему молитвы милостыни пришли перед бога как у корнилия ну маленько то умом раскиньте бог то делся не шаблонно вот и весь ответ вот еще насчет буддизма значит в этом видеоролике там значит есть такое что вот на иконах нарисован Христом и святые отцы значит у них есть там определенные пальцы сложения разные так теперь хорошо посмотрите все же самое Евгений понимаю слушай внимательно первые христиане молились одним перстом первые до третьего века а один перст они Кристос Регна на аренах восклицали Христос царствует и все много божеств пятьсот было их в римском пантеоне а Злата Лузгард по названию много а в действительности ни одного и они совершали крестное знамение ты шедший с неба глава всему через Деву Марии восчеловечившийся вознесшийся одесную с правой стороны меня на погибельной левой стороны где грешники будут стоять на суде спаси и помилуй понимаете с такой ревностью все высказано было но когда возникла ересь ария ария когда стал он говорить что троицы нету тогда перстосложение трое церковь ответила мгновенно этим же самым вот три троица и стали крестить хотя я говорю немного дальше но когда возникла ересь то что во Христе одно естество а мы исповедуем что он был богочеловек не только бог или человек но богочеловек поэтому вот два перста вот она разная вот уже третий момент а вот священника еще было священническое потом показали пальцами изображает две буквы и х Иисус Христос это все объяснимо почему ариане первые придумали крестные ходы вот крестные ходы у нас ходят а это ариане придумали то и они идут и песнопения поют Иоанн Златоуст мгновенно отреагировал своих поэтов быстро пишите да как у баптистов сборник духовных песен и крестный ход навстречу ему мы с вами будем петь петь взойдем на Голгопу мой брат посмотрим как наши греховно сият страданиях страшных Христа истомил как дорого нам он спасение купил пойдем перед ним но это прохановское у нас поют баптистские песни у нас баптисты которые пришли оттуда у нас сборники духовных песен у нас община необыкновенная мы самое лучшее везде берем ставим в пример иеговистов я ставлю субботников адвентистов седьмого дна я уж не говорю про евреев которых мы постоянно поминаем как они тщательно стараются сохранить все я беру много у мусульман какая форма одежды как они девушек берегут с евреями не сравнишь это не ваша миква они готовы умереть за них а у них то там это ирихонская роза в армии светет вы знаете сепелитичная болезнь у израильской армии это все известно а у мусульман может быть не может быть почему смерть они сумели а почему мы не сумели так это взяли это от евреев мухаммад то взял если окажется в брачную ночь нет девственности приведите к дому отца и убейте а если это дочь священника приведите к дому отца и сожгите более страшно это взяли откуда от еврейского закона почему вы не исполняете это у вас этот закон вести у вас хоронить некому будет в израиле но если лояльные 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 не лояльные а без божества и поэтому доброе надо брать везде если оно доброе я его к себе применяю мне нравится выражение Мартина Лютера он говорит ничем не занятая душа хорошая кузница сатаны в мире есть две вещи одна личность Иисус Христос и одна книга Святая Библия все просто ясно щетка но я не ветеранин вы берете с каждого что-то доброе не отгибаете это дело Антоний я говорю как пчела с каждого цветка где пролетал вот у меня в детском лагере вот такое я говорю это взяли от Японии я взял вот это вот я взял из австралийского воспитания детей вот это от такого-то и поэтому когда приезжают профессора психологии там откуда вы взяли я прямо показываю вот это из английского общежития если два раза нарушил покой лишается права на общежитие у нас легли спать мертвая тишина иначе будет выведены стоять на часах прутик в руки ему охранять других тут везде история и поэтому мы детей все время поднимаем вот я веду занятия 700 милиционеров офицеров сидят передо мной я спрашиваю спрашиваю их скажите а кто изобрел телефон мобильный никто не знает ни один а у меня дети знают Мартин Купер он живой мы за него молимся кто интернет изобрел спрашиваю ни один не знает у меня дети знают у нас табличка висит и там написано кто Тим Бернерсли Тимофей мы за него молимся каждый день господи какой ты ум дал обрати его да познает он тебя и кто у нас президент премьер-министр губернатор дети все должны знать а лагерь православный мы захватываем все это будущее поколение у нас лозунг висит Россия должна встать внизу Россия это мы и дети скандируют а у нас и евреи приезжают евреи цыгане немцы казахи греки кого только нету баптисты там адвентисты у меня в лагере а заканчивается когда лето все одинаковые никого не заставляем почему пример ну я видел ваше собрание ваше ну вот вот так только мне интересно почему вот я смотрел ваше премещение почему я так не был научен ну я моё моё я свой путь начал в протестантских общинах у нас здесь анимихианские общины называются где евреи собираются ну по сути служение как оно проходит это полностью соответственно с протестантом так как они так проводят вот значит у вас как в течение где же чашу правильно и значит каждый каждый подходит по очереди к чаши естественно чаши вот с ложечки это подчеркивает и даёт каждому человеку а как в протестантских общинах значит каждый подходит вот допустим есть какая-то тарелка или поднос значит лежит лежит тарелка значит там хлеб а в другой тарелке чаши я знаю знаю не трать время я это знаю почему именно это у вас так почему ложечки почему почему каждый просто не пьёт чаши почему а вы знаете почему нет никогда не читали нет вот смотрите те подражают допустим вы видели протестантов ну хоть как строя ничего нету кукла остается кукла это не живой человек они подражают там имитируют а ничего там нету я спрашиваю хлеб который накрошенный и в магазине отличается нет а теперь вы берете в рот что хлеб у них даже нету в учении что притворяет присуществление хлеба в тело а винов кровь у сектантов этого нет ни у кого почему господь не позволяет играть этим и поэтому они виновны когда недостойно роняют на пол они против крови они виновны против хлеба а у нас это реально почему стали воровать чтобы сатана явился и человеку дал власть он сказал ты должен принести причастие православной церкви надругаться над ним и стали во рту выносить в руке раньше в руку давали во время затауста еще брали в руку или в сосуд а ян затауста говорит рука почтение золотого сосуда зачем сосуд берите в руку там плат какой-нибудь положи вот и так как стали воровать поэтому ян затауста чтобы не было волхвования издевательства решили делать вот так объяснимо очень просто очень просто а почему сектанты об этом не думают да там ничего нет ничего нет может быть половина колдуна они не знают ничего и никто за этим хлебом не будет гоняться кому он нужен хлеб то а это тело и кровь христовы тело реально тело мы только глазами видим хлеб и поэтому я могу проповедовать говорить а вот осуществление совершить он я не могу у меня не дано через мои руки ничего не совершается а сектанты не понимают пять человек отошли любой ну кого ну ты петя будешь старше он начинает ломать есть это детская игра игра которая закончится страшным раскаянием в аду это все что делали дофана верон и корей они отвергли моисея и стали свою секту строить живьем в ад живьем в ад без сказ я сказал не поверил тема закрыта у бога надо выпросить послушание я послушаю чадо святой православной церкви кем будете вы вы много слышали я вам объясняю откуда церковь у церкви история вот говорят но откуда известно что епископ такая власть я говорю послание Игнатия богоносца епископ антиохии откуда мы знаем ну ты откуда знаешь когда ты сектант ты ничего и не знаешь ты безродный а мы имеем это Игнатий богоносец это тот ребенок которого Христос брал и говорит таковых есть а когда стал епископом его надали на арену его львы растерзали у меня вот тут покажи где икона вон она есть из Греции привезена прямо подойди чтобы потом видно будет львы и там на арене люди и от него осталось шесть посланий сектанты то они совершенно неразумно я говорю вы признаете что церковь в духе святого была почему она была корабль разрушился мы заново построили ну а как господь говорит врата они одолеют создам церковь вторую церковь не строит никто ну Иван говорит Матвеев 16 глава 18 стих вы не верите в это а почему я должен верить ну значит не верующий так и говори вот как первые христиане они получили благодать апостольства а от них апостолы рукоположили епископов а было по другому никогда нигде в исторических церковь не было ни одной женщины не было священником а у сектантов и женщины без платка стоят там в штанах ну все можно делать а сейчас гомосексуалистов ставят венчают все можно делать но только в этой жизни там дальше что что само вот от протестантов все это поползло а у них от них эта вся зараза то идет а церковь православная никогда этим не занималась что то другое там корысть это все было трусость этим поражение полное ну а вот этого не было четко и ясно было вот мы говорим я и спрашиваю сектантов вот беседуют когда скажите вы библию признаете ну что за вопрос ну отвечай да или нет конечно а вы уверены что вот столько в новом завете двадцать семь книг должно быть да а верите что евангелие четыре так их четыре есть да их было двадцать в двадцать было двадцать евангелие от фомы где евангелие от евреев где оно его нету басилиска я буду перечислять какие евангелия были а как церковь все это решала церковь вы взяли готовое взяли готовое и стали плевать в мать церковь вы безумно поступаете у церкви определенный канон канон это трость для измерения и об этом молились об этом пишет профессор Марсенковский Владимир Филимонович это не православный протестантский он говорит сохранилось предание предание то что не записано устно передавали взяли все евангелия положили на престол алтарь опечатали а на утро пришли четыре евангелия лежат остальные все сброшенные никто не заходил как это могло быть но просили мы молились мы молились такое разве бывает было во время Василия Великого был один большой соборный храм и на него претендовали православные и ориане Василий Великий говорит ну сражаться мы не будем давайте так на храм повесим замок цепь как дается все это запечатаем и будем молиться вы будете молиться помолите что бог открыл храм замок разве разворотил и чтобы если вы будете молиться и ничего не будет тогда мы будем молиться но никто не будет подходить дверям если мы будем молиться и двери не откроются ну поровну храм мы вам отдаем тогда а то какую надо было уверенность иметь то христиане православные говорят это несправедливо тогда что то новое надо придумать он говорит спокойно он уже знал и вот ориане молятся как жрисы в аалову прыгали в аале услыши нас а он говорит может он заснул или в дороге где-нибудь и кончили не можем все больше у нас нет все молитву прочитали Василий Великий давай поднял руки владыка святые истины мы просим покажи этим эритикам силу православия и вдруг раздался грохот рванула дверь вместе с косяками вырвала их все эритики пали на колени вот как Бог делает у нас если не откроется храм вам конечно эритики хотели чтобы не открылось а было ли такое в вашей жизни моей жизни было многократно это я вот в одном месте проповедовал 450 примерно человек баптистов пресс-фитер встал я одну проповедь только сказал и он говорит наша община готова перейти в православие все до единого а почему я отвечал на вопросы да вот детское крещение да оно не действительно а там мать сидит одна ребенка держит я говорю сейчас ребенок ваш не крещеный не крещеный он в завет с Богом не ступил крестился он и весь дом его Корнилия и вот сегодня сегодня война и вы убиты будете вместе с ребенком вы водите в рай он не крещеный она встала и говорит я сегодня же его крещу да куда я свое сокровище отдам израиль не спрашивал они обрезали ну что вы умничаете то все это суисловие бесовское вера истина это православная вера которая сохранила это все я не могу никуда призывать а он не такой тебе что судить то когда ты нигде я в церкви я знаю недостатков много я работаю а там я хоть сколько всех тебе работаю я знаю она не церковь это доска на доске океан не переплывается а в церкви это корабль там и ракушки снизу и ход корабля замедляется я на корабле был знаю бог ощущает вот так вы говорили что у вас есть священство а у них есть у вас священство нету ничего нету там ничего нету а одно самозванство так мы сегодня заканчиваем да я рад что вы пришли вы другие вопросы которые будут только записывайте чтобы на них повторяться а то мне упрёхи дают что вы одно и то же повторяете но я говорю вопрос это ну это у меня последний вопрос давайте закончим на этом вот крещение которое сегодня есть христианское оно уже получается по сути оно вышло из из обряда было такое когда никва называется на еврейке когда люди погружались в этот в подоём и вообще они там как бы омывались от ну женская нечистота да от этого пошло крещение пришло христианское то что отсюда пошло крещение христианское откуда христианское крещение то от Иоанна Крестителя Иоанн Креститель ты где крестил на Иордании к нему приходили исповедовали Иоанн Креститель да но Ветхому Завету это как было когда его те погружались в эти нет никакого отношения к Ветхому Завету не имеет это Новозаветне прообраз был у них в обрезании и поэтому святые отцы объясняют скрываясь в воде мы умираем возникая из воды мы воскресаем вот и всё весь ответ Евнах и Филипп оба сошли в воду а там то мы не считаем сходили в воду овцы купали овцы но овцы то это и есть люди закали и ешь было сказано Петру всякие животные вот это разные пришли национальности какие никого не пренебрегай закали и ешь то есть обрежь их духовным крещением тут всё просто понятно когда ты смиряешься а когда ты выискиваешь что-то то конца края никакого не будет это не крещение евгений это не крещение когда приезжают туристы и купаются это обыкновенное купание воды священные ордан считают это не крещение никакое это я не знаю конкретно про что спрашиваете если крещение значит должен крестить священник может быть не знаете про эти еврейские ритуалы когда сегодня вы трали по 7 кто есть еврейские ритуалы что погружаются в воду для чего для очищения зачем эти ритуалы еврейские это у нас всё новозаветнее у них было обрезание повторяю обрезание ни с чем его не связывать больше только а крещение да но мы-то говорим о том что в тёбе вот последнее что в тёбе заветнее оно было правообразно а право заветнее поэтому я говорю что тогда поэтому я бы спросил крещение когда человек полностью погружается в воду откуда она вышла с длинного смерть смерть 6 глава 4 стих посланий к евреям я понял в смерть его крестились и крестились на положение а у воптество положение вагро а прокидывает на спину даже крест это неправильно Христос умер стой он binder стой его крестится он прибитый был обыкновенная смерть когда убивает человек он падает сектанты даже этого не понимают они говорят у нас до кресту один это молитвенный дом они раз яась никакой не делают они глупые глупые дом молитвы это светильщи а молитвенный дом это где обокновенно молятся где нет бескромной жертвы бескоровная это литургия А они этого не имеют. Он спрашивает, почему именно в воду в крещении происходит? Бог так установил. Бог! Ну, посмотрите, было вот это водное омобение. Смотрите, сегодня иудеи, они выезжают специально, делают такие воровают, как такие ямы. И там они ритуально омываются. Я знаю, что вроде религиозность тут совершают. Смотрите, я был, здесь такая существует Кувранская община. Слышали такое? Там еще свитки нашли. На Мертвом море они находятся. Была такая Кувранская община. Там нашли свитки и еще другие свитки. Один палестинский мальчик гулял. И значит, я нашел в горах в Мертвом море. На Мертвом море там горы. На Мертвом море, значит, Мертвом море внизу, а на верху горы. И нашел там свитки. И значит, там есть раскопки. И я когда-то пару лет назад ездил. В общем, мне было интересно посмотреть на эту Кувранскую общину. И значит, там осталось, значит, что там осталось? Там осталось, как жила община. Раскопки. И значит, и там, значит, есть такие ямы. Ямы. Вот видно, что такие... Как купальня такая. Знаете, как вот видно, вот по бояме, что это было выросло специально, чтобы человек туда полностью погружался. То есть полностью погружался. То есть оно было сделано под рот человека. Вот я знаю, так говорю, может быть, это оттуда вышло. Нет, никакого отношения. Я еще один раз говорю, к этому не возвращайся больше. У церкви сохранилось все это. Крестили в Иордане. Русь приняла из Греции. Как крестились? В Днепре. По-другому никогда не было. Картина Иванова, появление Христа народу где? Он тщательно ездил в Иерусалим, говорится, на Иордан все смотрел. По-другому никогда не было. Это все святые отцы говорят. Мне зачем какие-то раскопки, какие-то кумранские свитки, есеи? Нам это не надо. Все это муть. У нас чистое евангельское учение. Полное погружение. Так было всегда с первого века. Здесь вопросов нету никаких. Вообще нету. Все пока сегодня. Вы много знаете. Вот это насмотрелись, а вам это не надо. Поэтому вы очистите себе разум от этого. Это не надо. Вот знаете, говорят, я просил мудрости, Бог дал Соломону. Я просил другого. Господи, очисти мое знание, переформатируй мое сознание. Я столько знал, столько учился, я искал. Но когда Евангелие подошло, багаж занятый, я понял, убрать надо. Господи, убери это все. Я встал, у меня чистая программа. Люди не верят. Как так? Но как я просил, знания дал. Через три месяца я уже был проповедником. Это Бог чудо совершает. Я знал сотни анекдотов. В армии служил. Я был, кажется, душа компании. Но вдруг все изменилось. Я встал с колен первый день, и все у меня изменилось. Убери от меня, Господи. Я ни одного анекдота встал, ничего не знаю. Люди не верят в это. Они верят в то, что, говорит, сами могут совершить. Мой Бог, живой и слышащий, живую молитву от живого человека. С Богом, Евгений. С Богом, Евгений. Спаси Христос, что пришли. Ну вот и все. Соединяй. Продолжение следует...